Ну сама тема блокады продолжает сеять раздор по всей стране. Подробнее остановимся на этой теме в черном зеркале уже совсем скоро. А вот пока приведу последний пример. Сегодня в Кропивницком на внеплановой сессии облсовета депутаты принимали решение о поддержке блокады Ордло. Хотели как лучше, но получилось со скандалом и блокадой дверей. Депутаты едва не сцепились в рукопашную. Подробнее наш корреспондент Елена Брынза. Поддержка торговой блокады это единственный вопрос на повестке дня внеплановой сессии. Кировоградского облсовета. Текст обращения два дня согласовывали на депутатских комиссиях, а сегодня оставалось лишь проголосовать. Но не тут-то было. В зале 36 депутатов и более сотни активистов, участники АТО, а также родственники военнопленных. Представитель свободы начал с длинной, почти получасовой речи. Мы не видим законодательных инициатив в стенах Верховной Рады. И именно поэтому три года, возможно, точится эта война, что мы не можем принять решения, государственные решения на верхнем уровне, на законодательном уровне. Его торопили председатель облсовета. Затем лопнуло терпение и у активистов. А проголосовать не смогли. Не хватило одного голоса. Как раз от свободы. В знак протеста активисты блокируют двери. Не выпускают из зала даже главу области. Да потому что отдельно сказали, проголосуйте сейчас за основное, потому что уже погодзли. А потом вы голосуйте, хоть головой в стенку бейтесь, блин. А из-за вас, из-за вас таких принципиальных, вот эти хлопцы никак выйти не могут из плена. Может быть, давайте предложите свою кандидатуру, вместо него сесть туда. Если такой грамотный. Свобода отказывается голосовать, требуя в обращении к Верховной Раде и президенту пофамильно прописать виновных в разгоне участников блокады. Ветераны АТО и активисты взбешены и считают, что депутаты затягивают время. Теперь под любыми предлогами нам представляют это все какими-то патриотическими лозунгами, потому что там нет наказания Авакова. Было все погоджено, никаких намеков даже на то, что будет какие-то такие... Ну а сегодня вы видели все, что делается. Они начали сговорились, что я не знаю, как объяснить их действия, как они так агрессивно настроены, чтобы не голосовать, чтобы взорвать. Я не думаю, что... Не ясно. Почему они так все делались сегодня, я не знаю. После двухчасовых взаимных обвинений обращение к Верховной Раде все-таки приняли. А в качестве вишенки на торте депутат облсовета от самопомощи заявил, что в бардаке на сессии виноваты журналисты Интера. Ну я понимаю, что, наверное, телеканал Интер сюда пришел, потому что тут, наверное, тут все события все знали, что будут. Мы не хотим притворить этот зал на балаган. Потом, правда, депутат уточнил, дескать, он лишь хотел сказать, что у корреспондентов есть профессиональное чутье на горячие темы и события. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий.